Добрый день! А после и просьба предъявить документы на маломерное судно. Таких проверок за дежурство не меньше десяти, а порой и больше. Нарушения в каждом седьмом случае. Чаще владельцы не имеют при себе необходимых документов. Реже отсутствует регистрационный номер на водном транспорте. Забывчивым грозит штраф. Сумма материального наказания от 500 до 1000 рублей. Хотя инспекторы ГИМС и отмечают снижение нарушений, но все же каждому бороздящему водные просторы напоминают. Вода не суша и ошибок не прощает. Поэтому умение держаться на воде так же жизненно необходимо, как и умение ходить. Река Тунгуска, хотя и небольшая на первый взгляд, но на самом деле довольно глубокая. Впадает в Аму и после этого, то есть ее протяженность составляет 87 километров. А сама она глубокая? Да, она довольно-таки глубокая. Глубина составляет от 2 до 7 метров. Это средняя глубина в момент разлива. То есть глубина достигает до 14 метров. Контролируют речные просторы в автономии три патрульные группы в Биробиджане и Биробиджанском районе, а также в Николаевке и в Ленинском. Особое внимание уделяют территориям вблизи пляжей. Согласно правилам, катерам и лодкам запрещено подходить ближе, чем на 200 метров к береговой линии. Данные требования владельцы водного транспорта все же нарушают. В прошлом году сотрудниками ГИМС было зарегистрировано больше 70 нарушений. В этом любителей прокатиться с ветерком стало на порядок меньше. Это связано непосредственно с нашей работой, то есть с профилактикой, с убеждением людей, то есть чтобы маломерные суда регистрировались именно в законном порядке, то есть чтобы они не просто было там паспорт на лодку, а именно судовой билет на маломерное судно. Хотя количество нарушений в акваториях еврейской автономии ежегодно и сокращается, но работы при этом не становится меньше. Головная боль патрульных групп, отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, из-за роста благосостояния населения все больше людей приобретают водный транспорт. Раньше преобладали надувные лодки, теперь же на водных просторах чаще увидишь катера и гидроциклы. Необходимо увеличение штатной численности. Насколько я знаю, что эти вопросы не рассматриваются в министерстве, но, наверное, будет принято соответствующее решение, потому что число отдыхающих, оно очень растет постоянно на воде. Сами это вы видели, находясь в Николаевке, ну и даже в городе Биробиджане, и в сельской местности вот у нас по области. То есть отдыхающих очень много. Ну, соответственно, конечно, и должна быть желательно, что численность была бы тоже побольше. Инспекторы ГИМС уверяют, что все же наступит тот день, когда вместо протоколов и штрафов они будут желать отдыхающим лишь попутного ветра. А пока рейды по водным объектам автономии продолжатся и закончатся только с закрытием купального сезона. Колин Гросс, Сергей Ковалев, РНТВ, Биробиджан. Продолжение следует...